Молитва святого Ефрема Сирина Господи и Владыка живота моего, Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь дми. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любве, даруй ми рабу Твоему. Ей, Господи Царю, даруй ми зреть и моя прегрешение, и не осуждать и брата моего, як облагословен еси во веки веков. Аминь. Книга пророка Исаии Прежнее время умолило землю Завулонову и землю Нефалимову, но последующее возвеличит приморский путь за Иорданскую страну Галилею Языческую. Народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет. Ты умножишь народ, увеличишь радость его, он будет веселиться пред Тобою, как веселятся во время жатвы, как радуются при разделе добычи. Ибо ярмо, тяготивший его, и жезл, поражавший его, и трость притеснителя его, ты сокрушишь, как в день Модиама. Ибо всякая обувь воина во время брани и одежда, обогренная кровью, будут отданы на сожжение в пищу огню. Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, бог крепкий, отец вечности, князь мира. В славянской Библии этот стих читается так. Ибо младенец родился нам, сын, и дан нам, владычество его на раменах его, и нарекут имя ему великого совета ангел, чудный советник, бог крепкий, властелин, князь мира, отец будущего века, ибо приведу мир к князьям, мир и здравие его. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Сабаофа соделает это. Слово посылает Господь на Иакова, и оно нисходит на Израиля, чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью и надменным сердцем говорят, «Кирпичи и пали построим из стесаного камня, сикаморы вырублены, заменим их кедрами». Когда увидим, что враги окружили нас своим вселукавством, которое есть уныние, разленение, или расслабляют душу сластью похотную, или не дают перенести гнева на ближнего, когда он сделает, что не должно, или отягощают очи наши к вожделению и телес, или хотят увлечь нас ко вкушению сладких яств, или слова ближнего делают для нас ядом, или нас побуждают уничижить словом другого, или внушают различия полагать между братьями, говоря «этот хорош, а тот худ», так когда окружит нас таковое, да не возмолодушествуем, но паче, да воззовем в крепости сердца, как Давид, говоря «Господь защититель живота моего, ащеуполчиться на мя полк не убоится сердце мое, ащего станет на мя брань на него асуповая. Едину просих от Господа то взыщу, ежежитими в дому Господне вся дни живота моего, зретьими красоту Господню и посещать и храм святы его, якос крымя и вознесемя, и ныне севознесет главу мою на враги мои». Сие свойственно воздвигшим ум свой от мертвых дел, который апостол называет ночью, говоря «не смы ночи ниже тьмы». Обличая же неродящих о себе, говорил он «спящий Бог в ночи спят, и упивающийся в ночи упивается». И еще «день Господень, якотать в ночи тако придет, и не имут избежати, потому что они в ночи суть». А к тем, которые воздвигли ум свой от страстей, коей суть ночь, он говорил «сыновесущий дне, дотрезвимся, оболкшися в броню веры и любви, и шлем упования спасения». Сотворим оба все, трезвенствуя умом от мертвых дел, «и внимаю душою всякий час, чтобы не делать ничего, кроме естественного, потому что естество наше изменчиво». По слову Исаии Пророка, который сказал «Милостив к тебе, Господь, смиренная и колеблемая, не имелаясь и утешения». Ибо душа похожа на железо, которое, если будет оставлено в небрежении, ржавеет, а когда разожгут его огнем, то огонь очищает его, и пока оно в огне, подобно бывает огню, и никто не может взять его в руки, потому что оно — огонь. Такова и душа. Пока пребывает она с Богом и приседет ему, да то ли бывает огнем и попаляет всех врагов своих, доведших ее до заржавления во времени родения ее. И сей огонь делает ее чистой в обновлении, как железо, и она уже не услаждается ничем мирским, но упокоивается в естестве своем, которое восподобилось, так как оно было первоначально ее собственностью. Когда же она оставит свое естество, то умирает. Ибо как животное умирает, если погрузить его в воду, потому что оно из земной сущности есть. Опять и рыбы, если попадут на землю, умирают, потому что они из водной сущности суть. Равные пернатые, будучи на воздухе, в покое пребывают. А когда спустятся на землю, боятся, как бы не поймали их, так и совершенная душа, пребывающая в естестве своем, когда оставит естество свое, тотчас умирает. Почему, сделавшиеся достойными и сподобившиеся даров он их, смотрят на мир, как на темницу для них, и не хотят смешиваться с ним, чтобы не умереть? Такая душа не может уже возлюбить мир, хотя бы и пожелала, помня о прежнем своем состоянии, в каком находилась прежде, чем стала пребывать в Боге, о том, что наделал ей мир, и как сделал ее пустую. Но как когда в город войдет враг царя, и мужи града из страха дадут ему руки, он тотчас спешит по злобности своей, изображение царя уничтожить, и законы его отменить. Затем вводит другие законы, тяжкие, и ставит свое там изображение. А, наконец, все множество народа заставляет работать себе. Когда же граждане тайно дадут знать истинному царю, говоря «Приди, помоги нам», и он, разгневавшись на врага своего, придет со своим войском, тогда граждане, услышав о том, с радостью отворяют ему ворота, и он входит и убивает врага своего. Изображение, поставленное им, насильственно уничтожает и законы отменяет. Город радуется, и истинный царь, восстановив свое изображение и свои законы, живет в нем, укрепляет его, чтобы никто уже не завладевал им, и живущих в нем научает воевать, чтобы они без страха были пред всяким врагом своим. Такова и душа, которую после святого крещения опять насильственно завладел враг, смирил ее всякими срамными своими кознями, образ царя низложил и поставил свой из своей законы, заставил ее пищи с о делах мира сего, научил действовать нерадиво и нечестиво, и вообще сделал ее такую, какой хотел, но которой, наконец, благость святого и великого царя Иисуса послала покаяние и возрадовалась душа. Покаяние отверзло вход, и великий царь Христос, вошедший в нее, врага ее истребил, образ его и нечестивые законы его изгладил, и, сделав ее свободную, поставил в ней святый образ свой и предал ей свои законы, и все чувства ее научил воевать, и, наконец, почивает в душе он и, потому что она стала его. Так бывает с душою, по милости Божией. Итак, невозможно душе войти в покой Сына Божий, если не имеет она образа царева. Как монеты никто из купцов не принимает и не дает, если она не имеет изображения царева, не взвешивает ее весовщик, и царь не допускает ее в свою сокровищницу. Так если и душа не имеет образа великого царя Иисуса, то не допускают ее войти ангелы, и сам царь отревает ее, говоря, как ты вошла сюда, не имея образа моего. Знамени же образа сего есть любовь, ибо он сам сказал, «О, всем разумеют все, як у моей ученицы есть те, аще любовь им эти между собою». Но любви его невозможно быть в нас, когда душа разделена, и Бога ищет, и мирское любит. Как птица не может полететь одним крылом, или имея что навешанное на себя, так и душа не может преуспеть по Богу, будучи связанной чем-либо из мирского. Как корабль, не имея чего-либо необходимого в нем, не может плавать, так и душе невозможно переплыть в волны страстей, если она не имеет какой-либо добродетели. Как матросы не носят хороших одежд, или перчаток, или сапог, и в случае нужды не могут плыть, если не будут ноги, так и душа не может переплыть в волны сопротивных духов злобы, если не будет обнажена от всего мирского. Как воин, исходя на брань против врагов царя, не может устоять против них, если, не имея чего-либо из всеоружия, так невозможно монаху противостоять страстям, не имея какой-либо из добродетелей. Как когда в городе, огражденном стеною, малая часть стены будет разрушена, то враги, желая войти в него, все внимание свое обращают на эту разоренную часть, чтобы войти через нее. И хотя стражи есть при вратах, но они не могут устоять против врагов, если не воссозиждется разоренная, так подвижник-монах, когда им обладает какая-либо страсть, не может устоять против врага и достигнуть в меру совершенства. Не я сие говорю, но и Божественное Писание говорит. Так в книге Бытия написано, и рече Бог к Ною, «Тя единого видих праведно, вроде сем и совершенна». Опять и Аврааму сказал он, «Будь непорочен предо мною, и положу с тобою завет в завет вечен». Исаак же, благословляя сына своего Иакова, сказал ему, «Бог мой да укрепит тебя, чтобы ты возмог исполнить всю волю Его». Опять в книге чисел написано, «Всякий, кто имеет обет на себе, да воздержится от питья вина, и отца винна, и секера, и от всего, исходящего от винограда, даже до кости». И во второзаконии, «Аще изыдеши, ополчитесь она враги твоя, сохрани себя от всякого слова зла, доколе предан будет в руки твоей враг твой. Из седьми же народов сих, не уставляй никого из них, имеющим дыхание, да не научат тебя согрешить и предо мною». Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, во дворица, речет Господи, весь заступник мой, и си прибежище мое, Бог мой, и уповай на Него. Яко то избавят тебя от сети лов, чей и отслови себе мятежно, плечма своем осенит тебя, и под крылеего надеяшися, оружием обытит тебя истинно Его, не убоившись от страха ночного, от стрелы летящие во дни, от вещи во тьме приходящие, от срящей бесополуденного. Подет от страны твоя тысяща, и тьма одесную тебе, к тебе же не приближится, обача чима твоим осмотриши, и воздаяние грешников узреши, яко ты, Господи, упование мое, вышнего положилось, и прибежище твое, не придет к тебе зло, и рано не приближится те лиси твоему, яко ангелам своим заповестья тебе сохраните тя во всех путях твоих, на руках возму тя, да никогда преткнешься камень ногу твою, на спидой Василиска наступишь, и поперешься льва и змея, яко наме упова, и избавлю и, покрыю и, як опозна имя мое, воззывет ко мне, и услышу его, с ним есть у скорби, и зму его, и прославлю его, долго тою дни исполню его, явлю ему спасение мое. Помилуй мя, Боже, помилуй мя, яко на тёпого душа моя, и на сень крылу Твоею надеюсь, а дом не же прийдет беззаконие, воззову к Богу Вышнему, Богу благодейшему мне, посла с небесей спасе мя, дадев поношение попирающее мя, посла Бог милость свою и истину свою, и избави душу мою от среды скивнов, поспах с мужчин, сыновей человечести, зубы их оружия и стрелы, язык их меч остр, вознесись на небеса Божия и по всей земле слава Твоя, сеть уготоваша ногам моим, и слякоша душу мою, ископаша предлеценно им яму и в подошву вню, готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, воспою и пою во славе моей, восстань слава моя, восстань псалтирю и гусли, восстану рано, исповемся Тебе в людях, Господи, воспою Тебе во языцах, яко возвеличися до небес, милость Твоя и даже до облак истина Твоя, вознесись на небеса Божии по всей земле слава Твоя. Воздух, очи мои, в горы отнюдь уже прийдет помощь моя, помощь моя от Господа, сотворшего небу и землю, не дашь во смятение ноги Твоей, ниже воздремлет, храняй Тебя, все не воздремлет, ниже уснет, храняя Израиля. Господь сохранит Тебя, Господь покров Твой на руку десную Твою, во дни солнца не ожет Тебе, ниже луна ночью. Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь. Господь сохранит вхождение Твое и исхождение Твое отныне и до века. Испогоди нас, Владыка, с одержавением неосуждено, смейте призывать и Тебе, небесного Бога, Отца и Двоготи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий 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 Дмитрий